МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С этим в Департаменте образования Ярославской области собран общественный совет. Как планируют решать наболевшие вопросы зачисления первоклашек, узнаем у заместителя директора Департамента образования Ярославской области Михаила Вадимовича Груздева. Михаил Вадимович, добрый вечер. Добрый вечер. Насколько я знаю, сейчас зачисление происходит как-то в два этапа, в две волны, что есть некие приоритеты. Правильно? Мне кажется, самое важное сейчас просто честно признать, что проблема есть. Ее не надо замалчивать, потому что это создает напряжение во многих семьях, и если в подавляющем большинстве школ зачисление проходит спокойно, то действительно в популярных школах мы видим ситуации, когда родители записываются ночью, дежурят и так далее. Действительно в популярных школах, несмотря на то, что школа имеет предварительную информацию о количестве детей, которые проживают на той или иной территории, понять, насколько великое число желающих принести сюда документы, практически не представляется возможным. В связи с тем, что статус детей, имеющих постоянную и временную регистрацию, одинаковый. Хорошо, а как тогда будете вы... Я хочу сказать, что действительно мы собираем на следующей неделе Общественный совет при Департаменте образования. Кто будет в состав? Это норма нашей работы. Туда входят и педагоги, и родители, и представители общественных организаций, и депутаты. Норма работы Общественного совета — честно обсуждать проблемы. И мы собираем Общественный совет именно с целью подготовить предложение для Министерства образования, как нужно исправить эти документы. А какие-то сроки есть? Мы планируем это сделать в самое ближайшее время, потому что считаем, что очень важно, чтобы в следующем году зачисление прошло уже более организованно. Дело в том, что есть... Придложения откуда могут поступать? Придложения могут поступать от родителей, от педагогов, от юристов, от любых граждан, заинтересованных, неравнодушных жителей. Есть неурегулированные проблемы, связанные с тем, как соотносится очередь, которая ведется в электронном режиме на портале Госуслуг, и очередь, которая возникает непосредственно в образовательной организации. А фактически сегодня возникают ситуации, когда, прямо скажем, не всегда честным путем родители временно регистрируют ребенка на территории школы, где хотели бы они учиться, и вот отсюда возникают такие серьезные напряжения. Мы ждем предложений в департаменте образования, улица Советская, дом 7. Их можно принести лично, направить по почте, по электронной почте, которая есть на нашем сайте. Еще раз повторяю, мы открыты, и мы не хотим замалчивать эту проблему. Спасибо большое. Ну, я напомню о проблемах подачи документов на зачисление первоклассников школы города и возможных пустях решения вопросов на федеральном уровне. Мы общались с заместителем директора департамента образования Ярославской области Михаилом Груздевым. Продолжаем.